Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы читаем книгу «При мудрости Иисуса Сына Сирахова», 16 глава. «Не желай множества негодных детей, и не радуйся о сыновьях нечестивых. Когда они умножаются, не радуйся о них, если нет в них страха Господня». Для ветхозаветного человека многочадие – образ великого дара Божьего и блага. Но здесь говорит уже иную ценность, о иной высоте, возвещает наставник Буримудрый. «Дело не в количестве детей, а в их благочестии. Лучше вовсе не иметь детей, чем иметь детей нечестивых. Не надейся на их жизнь и не опирайся на их множество. Лучше один праведник, нежели тысячи грешников». Вот соотношение зла и добра. Тысяча грешников совершенно не важнее, не ценнее, но вреднее и бесполезней. Единственного возросшего в премудрости Божьей. «И лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых». Говорит страшные слова для ветхозаветного человека Иисус, сын Сирахов. «Лучше быть бездетным, чем иметь детей нечестивых». С такой силой он представляет и пытается воодушевить нас к приоритету духовных благ в жизни человека. «Ибо от одного разумного населится город, а племя беззаконных опустеет. Много такого видела око мое, и еще более того слышала ухо мое». Дело в том, что мы видим только то, что является в нашей земной жизни, а ухо наше слышит то, что уже невозможно увидеть, как во времена прошлое и прошедшее. Но, тем не менее, повесть о былых событиях научает разумного очень многому. «В сборище грешников возгорится огонь, как и в народе непокорном возгорался гнев». Что за непокорный народ? Свой собственный народ и именует народом непокорным, который наставлял Бог и карами, и пленениями. «Неумилостивился он над древними исполинами, которые в надежде на силу свою сделались отступниками». Сыновья Сифовы вступали в прелюбодеянную связь с дочерями языческими. И рождались в те времена люди, отличающиеся насколько великим ростом и силой, настолько же и великой жестокостью, и озлоблением, и нечестием. И Господь попустил совершенно исчезнуть с лица земли этим сообществом отступников от Бога. «Не пощадил и живущих в одном месте с Лотом, которыми возгнушался за их гордость». Нам известно, что Лот, выйдя из Содома, избежал вместе с немногочисленным семейством своим тех кар, которые за противоестественные блудодеяния были Богом обрушены в виде огненного дождя на эти города. Но причиной этого беззакония он представляет гордость человеческую. Не желая явить Богу послушание, доходит человек до мерзостей противоестественных. «Не помиловал народа погибельного, который надмивался грехами своими, равно как и 600 тысяч человек, соединившихся в жестокосердии своем». Это те 600 тысяч, о которых Моисей молился, «Где я возьму для них пищу в пустыне?» И тогда крастили некие пернатые, в изобилии попадались в небо для того, чтобы голод тех, кто роптал против Бога и Моисея, был утолен. Но после этого великая язва обрушилась на народ сей в наказание за жестокосердие их. И хотя бы и один был непокорный, было бы удивительно, если бы он остался ненаказанным. Это очень важно. Не подумать, будто только великие беззакония больших народов имеют от Бога прещение, и всякий отдельно грешащий, и всякая отдельная злая воля не бывает незаметна пред Богом и имеет свое воздаяние, говорит премудрый наставник сыновьям своим. Ибо и милости гнев во власти его силен он помиловать и излить гнев. Как велика милость его, так велико и обличение его. Господь долго терпит, но больно бьет божественного прещения. Кто может потерпеть? Он судит человека по делам его. Не убежит от него грешник с хищением. Можно убежать от обворованного тобой человека, но нельзя убежать от Бога, который есть мздовоздаятель за всякое добро и за всякое зло. И терпение благочестивого не останется тщетным. Всякой милостыне он даст место каждый получит по делам своим. Не говори, я скроюсь от Господа. Неужели с высоты кто вспомнит обо мне? Во множестве народа меня не заметят, ибо что душа моя в неизмеримом создании? Вот небо и небо небес, Божьи, бездны и земля, колеблются от посещения его, равно сотрясаются от страха горы и основания земли, когда он взирает, и этого не может понять сердце. А пути его кто постигнет? Как ветер, которого человек не может видеть, так и большая часть дел его сокрыты. Кто возвестит о делах правосудия его? Или кто будет ожидать их? Ибо далеко это определение. Належит человеку смирить свой ум перед тайными путей Господних. Кого он возвышает, кого он смиряет. Это настолько набывает непостижимо для человеческого ума, и не для того являются перед очами человеческими, а иногда и в жизни его самого, эти перемены десницы Вышнего, чтобы он их понимал. А для того, чтобы он перед ними смирялся. Это разные задачи. Если человек берется установить свои нравственные законы и свои порядки бытия вопреки Создателю, то грозит ему это расположение безуми. Таково свойство действия премудрости в сынах своих. Оно не общее, оно не вообще, оно не растекание мыслью по древу. Она имеет очень, эта премудрость, очень ясные формы. Слова премудрых, сказано у экклесиаста, как гвозди, с большой конкретностью и ясностью произносятся. По определению Господа дела его от начала и от сотворения их он разделил части их. Навек устроил он дела свои и начало их в роды их. Они не алчут, не утомляются и не прекращают своих действий. То, что установил Бог, никаким образом не истощается. Только человек безрассудный, гордый, самолюбивый, испытывая пути Господние, не соглашается с ними, противопоставляя свою правду правде его. Но не убывают у Господа перемены и его промысл, благой и совершенный, управляющий все к цели сотворения мира, к спасению тех, кто захочет спастись в вечности, остается непременными, во все времена жизни человечества. «Ни одно не стесняет близкого ему, и до века не воспротивятся они Слову его. И потом возрел Господь на землю и наполнил ее своими благами. Душа всего живущего покрыла лицо ее, и в нее все возвратится». Память о том, что от земли взят человек и в землю возвращается, является одним из важнейших составляющих той внутренней силы, которую человека поставляет на пути Бога угождения. Помни последние свои, во веки не согрешишь. Не забывай о том, что Бог установил для тебя круговращение, взятого от земли и возвращающегося в землю, для того, чтобы не превозносился над ним, для того, чтобы смирял пред ним сердце свое и, учась премудрости его, следуя заповедям его, исполнил дело и своей временной жизни, уготовив себя к жизни вечной.